Покраска Найтхонтов Я использую для этого грунтовку GV Chaos Black, но можно использовать любую другую фирму, по вашему усмотрению. Те же модели, на которых будет больше призрачности, я советую грунтовать в белый, так как последующие цвета, которые и дадут нам этот эффект, легче всего класть от подобной светлой грунтовки. Но не от белого, потому что белый очень сложно будет укрыть. Итак, первым делом, как наложили черную грунтовку, нам нужно взять черную краску и светло-серую. Смешиваем GV Abaddon Black с Ultima Grey в пропорции 90 к 10 и покрываем все черные части модели. Зачем? Потому что краска Abaddon Black от GV обладает очень неестественным черным цветом. Это очень глубокий черный цвет, одежды даже у призрака такого цвета просто быть не может. Поэтому даем ей легкий серый оттенок. Это все еще будет черный, но уже не такой глянцевый. Когда это сделали, наш следующий шаг. Берем краску Stigodon Scale Green. Слегка разбавляем ее водой, так как это базовый цвет. И ложиться он будет довольно толсто, если его не развести. И по всем нижним частям призрака, то есть торчащим, так сказать, извивающимся частям робы, наносим в два тонких слоя. Наносим примерно вот по такой границе. Итак, нанеся Stigodon Scale Green, два раза получили довольно сильный цвет на модели. После этого берем тоже Stigodon Scale Green. И смешиваем его с Sebarite Green. Пропорции примерно 50 на 50, в зависимости от того, насколько светлыми вы хотите видеть своего призрака. Но я советую все же добавить даже, может, чуть побольше сиборита. Потому что мы все равно будем наносить этот слой довольно прозрачным. И чем светлее, соответственно, тем лучше у нас получится эффект. Собственно, смешав, надо добавить немного воды. Брать совсем лишнюю краску. И наносить, соответственно, аккуратные высветления мазками. Самые верхние части, где у нас Stigodon Scale Green, мы должны оставить. Значит, наносим в один слой. И так по всей поверхности, где мы нанесли Stigodon Scale. Итак, нанеся получившую смесь на меня, мы получаем примерно вот такой вот оттенок. Дальше, в ту смесь, которая у нас осталась на палитре, если нет, замешайте снова. Добавляем краску белую. Любую. White, Scar, Ceramide White. Это, в принципе, не имеет значения. Добавляйте в соотношении 60 на 40, чтобы цвет вышел довольно светлым. Но все еще должен как-то не соответствовать. С другами он не должен уходить совсем в белый. Светло-бирюзовый, я бы назвал это так. Сделав это, довольно сильно разбавляем краску, но на достание молока чуть послабее. Наносим на кисть, все излишки с кисти обтираем об салфетку. Ну, или обо что хотите. Лучше, конечно, все об салфетку. И дальше, по всем выступающим граням нашего призрака, получившую смесь, наносим ребром кисти. Высветление должно быть очень тонким и видно только практически по грани. Так, собственно, когда нанесли высветление, зеленый получился с таким эффектом свечения. Уже выходит неплохо. Дальнейшее наше действие, это взять краску Yonrach Skin. Относительно новая краска от ГВ, которую они выпустили к релизу фракции и Данет Дипкин. Кстати, советую собирать, если думаете над тем, какую фракцию собирает следующий или новый. Весьма интересная в плане правил. Миниатюры просто огонь. Бэкграунд, такая смесь Атлантиды. Немного мифов Ктулху, Древней Греции и, естественно, классических LFB. Но да ладно. Собственно говоря, краску надо немного развести водой. Ну как немного, довольно сильно на самом деле. Пару капель воды вот на такое небольшое пятнышко. По той простой причине, что краска линейки Base и обладая относительно неплохой крыстостью, она очень вязкая. И поэтому, чтобы нанести ее красиво, нам нужно нанести несколько, два, три тонких слоя линейки. Собственно, куда мы ее будем наносить? Носить нам ее надо на лицо, она уже череп призрака по всему, на всю руку, которая выглядывает из-под робы. И самое важное, собственно говоря, это нанести эту краску на кончики призрачной робы. То есть вот по всем кончикам начинаем носить эту краску в несколько слоев. И главное, внизу основание также не забыть. Здесь очень часто бывают вот такие вот отдельные призрачные всполохи, которые идут отдельно от основания, и можно про них забыть. Забывать не стоит. Итак, в два слоя мы нанесли Йонарок скин, нанесли его, как видите, на руки еще раз, на голову и на все конечные части робы. Дальше, собственно, шаг, после которого вы можете смело идти заваривать чай и посмотреть серию своего любимого сериала. Ну или послушать альбом любимой группы. Берем Limeon Medium и новую краску Technical Nighthound Gloom. Это новая краска, которая вышла к релизу, собственно говоря, призраков. Наносим Limeon на палитру. Ну, мне палитрой служит мой покрасочный стол. Берем, не жадничаем, берем много. Нам понадобится действительно много. Берем даже немного воды и наносим туда же. Теперь мы берем Nighthound Gloom и начинаем смешивать. Берем мы его не так много. Почему? Потому что Nighthound Gloom обладает просто очень сильной укрыстостью. Это очень жирная краска. И если вы несете ее неразбавленной техничкой, то просто-напросто испортите весь цвет. Сделайте его слишком темным и невосприимчивым к осветлению. Это на самом деле все несложно смешать, рассчитать, но просто стоит учитывать это при покраске. Краска очень хорошая, найти ее уже можно, наверное, почти во всех магазинах. При покраске призраков незаменима. Собственно, смешав все это дело, наносим на все части, которые мы покрасили Йонрок Скин. Притом наносим так, чтобы она шла не четко по границе Йонрок Скина и нашей зеленой, а чтобы немного залезала. Это даст нам более плавный переход между, собственно говоря, непосредственно самой призрачной частью и ее началом в виде призрачной робы. Наносим везде и на робу, и на руки, и на череп. Итак, наконец-то наш Найтхонд Gloom засох, чай выпит, сериал посмотрим. Высветление пройдет в два этапа, потому что техника будет различаться для рукой головы и для основания призрака. Начнем с основания. Для этого нам понадобится следующая краска, Deepkin Flash. Это, собственно, из той же линейки, из которой у нас идет Йонрок Скин. Это следующее высветление, прям по линейке. Краска Layer. Берем маленькую кисточку для Dry Brush от GVS Dry. Собственно, берем Deepkin Flash. Большинство краски стираем об стол и об нашу палитру или об салфетку. До состояния, вот буквально, совершенно небольшого количества. Да, я, видите, палитры использую свою руку. Мне так гораздо удобнее смотреть на рельеф, который остается после. После того, как почти вся краска стерта, начинаем наносить ее на модель. Наносим Dry Brush плотно и толсто, чтобы у нас не было эффекта потертости, но при этом был мягкий переход. Наносим, соответственно, только на пролитые места, не затрагивая темно-зеленые оттенки. Итак, Dry Brush закончен. Получили вот такой вот эффект. На этом призрачность на данном парне закончена. Однако, когда будем красить мелких чейнраспов и миниатюры, на которых призрачность является превалирующей деталью, стоит также пройтись отдельно высветлением боком кисти, ребром, по выступающим граням. Вот так. Но это просто на будущее. А сейчас мы будем высветлять руки и лицо нашему воину. Для этого нам нужно взять все тот же Deepkin Flash, слегка разбавить его водой и в несколько тонких слоев нанести на зоны, которые мы хотим высветлить, оставляя в самых затемненных участках, собственно говоря, наш Nighthound Gloom. Итак, с призрачностью мы закончили. Руки и лицо про оба высветлены. Присыпаем к остальным частям. Берем краску Horn Red и покрываем ею вот этот обод, который идет у него, так сказать, вокруг капюшона полностью. Нам понадобится два тонких слоя, так как краска черная у нас основная и красная по неложиться не слишком хорошо. Далее нам понадобится краска LED Belcher. LED Belcher покрываем лезвие косы и части кольчуги, которые торчат у нас из-под второго слоя роба. Смесь Abaddon Black и Ultram Grey примерно 50 на 50 мы используем для того, чтобы покрыть ею камни на основании базы. Также часто на базах присутствуют черепа, для этого мы используем Zandri Dust. И Rinex Hide для древка косы. Начать лучше всего, пожалуй, либо с металла, либо с красного. Так как и туда, и туда нам понадобятся два слоя. И пока мы будем носить остальные краски, первый слою успеет высветить, и мы сразу носим второй. Итак, мы нанесли базовые слои на оставшуюся миниатюру. Теперь приступаем к параливке. Начинаем с металла. Металл у нас будет пролит в два слоя. Нам для этого понадобится краска Seraphim Sepia. Ее берем много. Краски не жалеем. Вернее, проливки. Выносим на палитру. Большой кистью. Называется она у нас Bosch Brush. От Citadel, опять же. И довольно-таки толстым слоем проливаем все металлические части. И череп на базе. Итак, как только Seraphim Sepia высохла, поверх металла сразу же наносим проливку Agrax Earthshade. Наносим точно так же, довольно толстым слоем. Это придаст нам такой старый, старый древний вид оружию. Также с помощью Agrax Earthshade прольем капюшон, красную его часть, и кольчугу, которая до этого тоже была пролита Seraphim Sepia. Камень на подставке лучше всего пролить с помощью краски Нульной Оилл, слегка разведенной водой. Итак, еще раз. Agrax Earthshade, металл, древко косы, капюшон. Итак, наша проливка полностью высохла, приступим к осветлению. Начнем мы с красного цвета, и для этого нам понадобится краска Evil Suns Scarlet. Собственно, берем ее на кисть точно так же. Тонкий слой, слегка разведенной водой. Наносить будем ребром кисти. Наносим сначала по краям. Таким вот образом. Затем, той же самой краской, когда закончим с краями, берем на кончик и начинаем высветлять все заклепки. Просто ставим красную точку поверх выступа. Итак, как только закончили красный цвет, переходим к металлу. Самое интересное, часть высветлений. Для этого нам понадобится яркая металлическая краска Rune Funk Steel. Добавляем на кисточку. И по ребрам кисти наносим по всем выступающим граням косы. Это касается ее лезвия, царапин. На косе так же есть повреждения и коррозии. Этакие углубления. Их надо высветить чуть по-другому. Берем на кончик кисти тоже Rune Funk Steel. И как бы обводим их. Должно получиться очень тонко. Если делали слишком толстый, то стоит взять цвет, который мы начинали от Belcher, замазать вокруг и дальше последовательно двумя слоями проливки этот пролить так, как мы проливали до этого. Главное сделать это до того, как коса будет завершена, иначе будет видно, что как бы место вы перекрашивали. С кольчугой аналогичная схема. Также берем Rune Funk Steel на ребро кисти. Большую часть смазываем и аккуратно пару раз легонько проводим по всем местам кольчуги. Это позволит высветить нам сами кольца, при этом оставив хорошую тень в углублениях. Итак, когда металл готов, приступаем к высветлению древка косы. Для этого нам понадобятся краски Rinex Hide, Mornfang Brown и Deepkin Flash. Rinex Hide кладем им первый слой высветления. Кладем его также ребром. На мой взгляд, это самое удобное. Так как коса имеет очень хороший рельеф, то будет очень легко по всем выступающим частям и граням положить эту краску, оставляя тени только в самых глубоких местах. После этого мы берем краску Mornfang Brown и точно так же проходим по всем местам, которые мысли Rinex Hide, только чуть тоньше. И в финале смешиваем в пропорции 50 на 50 Dumball Brown и Deepkin Flash и только по самым-самым возвышенным местам проходимся, получившись светлой смесью. Это даст нам довольно сильный рельеф и очень приятный деревянный цвет. Итак, высветлив древко, мы приступаем к практически финальному этапу покраски нашей модели. Высветлим небольшие руинки и камни на подставке и череп. Начнем с камней, так как они представляют собой наибольшую территорию. Для этого нам понадобится смесь красок Abaddon Black и Ultone Grey, смешанная примерно 70 на 30 с превалированием в сторону Ultone Grey. Этой смесью мы покроем всю поверхность камней, за исключением рельефов, впадинок, каких-то надписей и так далее. После чего в эту же смесь мы добавляем еще Ultone Grey, делая примерно 90 к 10 и аккуратно ребром кисти высветляем все выступающие грани наших камней. Итак, покончив с камешками, приступаем к черепку. С черепком все просто. Нам понадобятся краски Hushabti Boon и Zandridust. Сначала наносим Zandridust по всей поверхности, оставляя затемнение только в глубоких местах. Там, где, допустим, отброванные дуги соприкасаются с олбом, в носу, в глазах и так далее. После чего мы берем Ushabti Boon и наносим его точно так же, оставляя чуть-чуть Zandridust. Итак, закончу со всеми высветлениями, переходим к практически финальной части нашей миниатюры, черной робе. Во время покраски мы наверняка задели наш основной черный цвет металликом, лишним, зеленым, красным, чем угодно могли задеть. Наверняка призрачный эффект стек куда не надо. Поэтому, прежде чем мы начнем ее высветлять, следует покрыть ее еще раз тем же цветом, которым мы это делали в самом начале. Для этого, как я уже говорил, берем краску Abaddon Black и слегка разбавляем ее ульта-ан-греем. У меня получилось даже слишком сильно, то есть ульта-ан-грея реально должно быть где-то процентов 10 от общей массы краски. Не забываем хорошенько получившуюся смесь разбавить, иначе получится слишком толсто и некрасиво. После чего большой кистью наносим ее по всей поверхности. Маленькие места типа подмышек и внутренности балахона прокрасим стандартной кисточкой. Итак, как только наш основной черный цвет высох, мы делаем смесь из красок Dark Reaper и Roos Grey. Делаем ее примерно 50 на 50. Это будет первым слоем нашего высветления. Замешиваем на палитре. И начинаем высветлять по всем граням и выступающим частям. Если по граням роба, допустим, вот как здесь на рукаве, удобнее делать ребром, то вот на подобных складках на самой одежде лучше сделать это кончиком кисти. И таким образом покрываем все наши места, которые необходимо высветлить. Итак, когда нанесли высветление, и оно засохло, делаем последнее. Берем краску Roos Grey, на этот раз уже чистую. Слегка разбавляем ее водой, так, чтобы она прошла гладко-гладко. И наносим ее по всем высветлениям, которые мы наследаем, смесью с Dark Reaper. Также не забывая про повязку на глаза. Где-то это удобнее сделать ребром, как на таких вот уступающих гранях, как мы делали в прошлый раз, где-то снова кончиком кисти. В принципе, все то же самое. Только этот слой должен быть еще тоньше, чем предыдущий. Итак, мы закончили с осветлением нашего Green Gas Stripper, на чем миниатюра, в общем-то, готова. Осталось лишь оформить базу. Есть очень простой способ, который я всегда использую, уже очень к ним привык, это использовать краски Линьки Текстур от Цитадели. Я использую астрогранит. Серую текстуру – это такая паста с добавлением пигмента, которая при нанесении на подставку заставания создает именно такой вид, как бы, ну, простой земли. Ровной поверхностью, но землистой. Соответственно, берем на большую кисть, слегка можно разбавить водой, чтобы лучше наносилось. Я предпочитаю это делать именно кистью, а не каким-то скальпелем, как делают многие. По той простой причине, что кистью гораздо легче контролируется, куда краска ложится. Гораздо проще разнести ее к подставке равномерно. После того, как нанесли, надо подождать, чтобы текстура высохла. Это занимает обычно где-то полчаса. Соответственно, оставляйте миниатюру высыхать. Итак, когда паста высохла, берем белые краски и делаем ею осторожный, легкий драй-браш, но при этом с довольно большим количеством краски на кисть, чтобы прям хорошо белый прокрасился по поверхности базы. Это даст нам хорошее такое высветление и еще раз подчеркнет текстуру. Итак, текстурка засохла, высветление засохло. Теперь стоит добавить немного деталей на базу. Я лично предпочитаю наносить зеленую траву. Использую для этого пластиковый клей от ГВ. Наношу несколько капель буквально на подставку туда, где я хочу, чтобы трава располагалась. Беру какую-нибудь тоненькую палочку. Это может быть зубочистка, может быть тоже сопло от клея, что угодно. И слегка размазываю. На это место кладу, собственно, траву. Класть стоит много, чтобы она схватилась вся. И тогда, когда отрыхнем излишки, у нас будет прям вот хорошее покрытие. Собственно, так мы оставляем нашу миниатюру на минут пять, чтобы трава могла как следует присохнуть. Итак, мы сдули излишки травы. Слегка первую нулю модельку обстучали базу. Это поможет траве встать вертикально, не лежать горизонтально. Просто как бы такая старая техника, которая даже не знает, насколько хорошо работает, но все же стоит так сделать. Финальный штрих – это покрасить обувь подставки в обычный черный цвет, чтобы придать модели законченный вид. В зависимости от того, насколько вы испачкали обувь вовремя покраски и покрытия, может потребоваться нести один или два слоя. Наносим на подставку. Самая легкая часть покраски. Поздравляю! Вы закончили GreenGast Reaper. На этом все. Итак, мы закончили нашего GreenGast Reaper. На самом деле, время, чтобы покрасить подобную модель такими простыми техниками, уходит не то, чтобы много. И за день можно покрасить даже половину отряда, если очень постараться. Соответственно, за неделю вы можете успеть покрасить 20 таких ребят. Все зависит от вашего желания. Техники довольно простые. Как я уже сказал, никаких особых умений не требуют. Разве что некоторые усидчивости аккуратности, которые, если вы еще ее не обладаете, придут со временем. Все техники, которые я здесь показал, также верны для любых других юнитов армии Найтхонтов. Зависит только количество того или иного цвета, который вы хотите видеть на своей модели. Спасибо всем за внимание. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам пришлось полезным и понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Будет еще много чего интересного. До новых встреч.